Всем привет! Вы смотрите музыкально-информационный канал Dancemania, небольшую видео-энциклопедию об электронной танцевальной музыке периода с 80-х по нулевые года. Сегодня расскажем о проекте, что резко появился и также резко пропал на танцевальных площадках в Великобритании, дав зародиться другому известному проекту Англии. Итак, тема нашего выпуска Love Decade. А прежде чем начнем, есть небольшая информация. Поскольку на YouTube будут сильные блокировки из-за авторских прав на музыку, нам приходится урезать или вовсе не вставлять некоторые материалы. Поэтому мы открыли канал и на zen.ru, где выпуски будут выходить максимально в полном, не зацензуренном и не измененном виде, а также на несколько дней раньше, чем на YouTube. Поддержите канал подпиской на платформе Zen для его развития и на радость вам. Ну и как всегда, подпишитесь, кто этого еще не сделал, жмите колокольчик, если не желаете пропустить новый выпуск. Для вопросов и общения заходите в телеграм-канал и просоединяйтесь в группу ВКонтакте, если есть желание запросить материалы, фото, аудио или полные видеоклипы, использованные в ролике. Все ссылки в описании, а мы погнали! Проект был основан в 1991 году Питером Джиллом. Кроме него в команду вошли Крис Убрайан, Дэйв Шоу и Роб Ван Вилкеллен. Начало их творчества происходило в городе Болтон, в чулане в задней части гаража Роба в 1989 году, где их треки были записаны на кассетный магнитфон Fisher Price. И только в 1991 году они выпускают свои первые два промо-сингла, это Dream On из Visa Dream и When The Morning Comes от лица Mayhem Records, как они сами себя назвали. Данные винилы были замечены лейблом All Around The World, который как раз только образовался в этом 1991 году Мэттом Кэдманом и Крисом Наттеллом. Они заключают контракт с Love Decade и выпускают первый сингл Dream On из Visa Dream. Помощником в записи для Love Decade становится звукорежиссер Адам Лессер. Официальный трек выпустили на одну минуту короче, чем промо-версия, из-за небольшого сэмпла вокала из трека ESP от проекта Delight 1990 года, который был удален под самый конец композиции. Кроме этого были сэмпулированы части вокала из Chevronie Always Wear 1989 года и Tunch and Chick Tomorrow, акапелла версии 1990 года. Также сингл получает ремикс, версию от Сниппера, при участии на Тифривом. И элементы данной композиции будут использованы в треке Wispiano Track от Blame 1993 года. Сингл получает неплохое 53 место в британских чартах. Сингл получает неплохое 53 место в британских чартах. Сингл получает неплохое 53 место в британских чартах. Сингл получает неплохие 2기가 мысляпа. Далее к Love the Kid присоединяется рэпер, эмси и вокалист, играющий на многих музыкальных инструментах – Джером Стоукс. Немного о нем. Родился 6 января 1966 года в городе Балтимор, США, в семье священника. С 1988 года уже гастролирует по миру как вокалист и рэпер под именем Джером Стоукс, живя в Неаполе, Италия, и работая с лейблом Flying Crackers. Далее Sony Music под проектом Sold Out. Лейбл All Around the World переманит его к себе, и он со своей девушкой Ребеккой, 22 лет, приезжает жить и работать в Манчестер. Давайте взглянем на его дискографию к 1991 году. Итак, в ноябре 1991 года выходит второй сингл – So Real. Звукорежиссером к нему стали, опять же, Адам Лессер и Ник Гарсай. А также им сильно помог Пол Хиггинс из Mix Factory и сам Джон Наттелл, основатель All Around the World лично. Треки использовали вокальные сэмплы из Yellow Great Mission 83 года, Beastie Boys Slow and Love 85, Charge and Elysian Mix Singler – это вокальные сэмплы Джоди Уотли – Real Love 89 года, и Dirty Trick Fitting Lucky EF – Peace Inside My Heart – Inside Version 90 года. Сам трек достигает 14 позиции в чартах Великобритании, а вокальная часть позже будет использована в... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На сингл был снят видеоклип. Поскольку бюджет на него был крайне ограничен, клип снимали на местной свалке. Из Реклита было несколько фонарей, сама группа без участия дублеров-каскадеров и некоторое количество канистр с бензином с местной заправочной станции, которым поливали местность для огненного эффекта, а также кран для свалки металлолома. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Love Decade Remix для команды New Atlantic Все берут их ремикс, делая его заглавным в своем сингле. И в марте 1992 года получают 12 место в британских чартах. А в июне этого же года достигают 15 место в чарте Hot Dance Club Play от Billboard США. Но давайте оставим историю об этом сингле для выпуска об New Atlantic. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третьим синглом выходит I Feel You 17 февраля 1992 года. Хотя задуман он был еще в апреле 1991 года. В создании трека приняли участие все те же Питер Джилл, Дэйв Шоу, Крис О'Брайан и Джером Столкс при звукоинженеринге Адама Лессера. Сэмплы вокала были взяты из Evolution, Metropolis, Sasha Can't Stop with a Feeling Mix 1991 года. А вернее даже акапелла версии сингла Sanctuary of Love от Жанна 1991 года. В главной виколисткой для сингла была приглашена еще совсем юная певица Гейл, которая появилась на клубной сцене впервые и начала свою довольно значимую карьеру в танцевальной музыке как Эбигейл. А впоследствии исполнительница баллад как Эбигейл Джига. Ну а наверное правильно будет посвятить ей отдельный ролик. Сингл получает 34 место в хит параде Британии и видеоклип, где появляется Эбигейл Джига и где Джером Столкс исполняет партию игры на саксофоне. Сингл получает 34 место в хит параде Британии и видеоклип, где появляется Эбигейл Джига. Сингл получает 34 место в хит параде Британии и видеоклип, где появляется Эбигейл Джига. Следующим синглом августе 92 года выходит давно записанный еще в 89 году в том самом чулане гаража Роба Ван Вилкенена трек «When the Morning Comes». Хотя трек и издавался как промо в 91 году и бисайтом на виниле So Real, но официальный релиз получил только на данный момент, как Sunset Mix. Трек написан Питером Джиллом и Джоном Джепсоном. Был использован вокальный сэмпл Carrier «Let Me Love You For Tonight» 88 года, а также надо отметить инструменты, которые ими использовались для записи этого и других треков. Сингл получил 69 место в чартах. «Музыка» 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 Продолжение следует... 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 Что ждало нам появления данной группы, кроме их хитов? Хотя Питер Джилл и его команда более в танцевальном шоу-бизнесе замечены не были. Ну разве что Питер Джилл под ником Dirty Minds выпустил 1 марта 1999 года пластинку Psychedelic Vibrations. Они дали толчок для развития людей, которые им помогали. Отчасти благодаря им раскрутился новоиспеченный в 1991 году лейбл All Around the World, подаривший нам много электронных артистов в Великобритании и существующий по сей день. Дебютировавшая в их сингле Эбигейл Жига становится танцевальной дивой, выпустившей альбомы и массу синглов. Их вокалист, рэпер и эмси Джером Стокс присоединяются к известному английскому проекту Entrance, участвуя в их многих хитах. А звукорежиссер, помогавший Love Decade Адам Лессер, становится помощником для всех тех же Entrance. Да и команда Sunshine State, что делала для Питер Джилл в ремиксы, также поработают и для Entrance. Ну а я с вами прощаюсь. Ждем лайков, если ролик понравился. Пишите в комментариях, если мы где-то что-то упустили или допустили какие-то неточности. Ждем нового выпуска из истории. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok